Воронки прошла смена профильной техноотряды «Промышленная элита-2035». Ее организаторы – Московский государственный образовательный комплекс и Союз молодых профессионалов WorldSkills России. Участниками стали ребята 12 и 16 лет. Это победители и призеры конкурсов, олимпиад по естественным наукам, а также участники чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior. Игорь Хворостянов расскажет, что происходило на смене. Программа курса включает 68 учебных классов. Ребята здесь получают инженерно-технические навыки и пробуют себя в различных компетенциях WorldSkills Russia. Это аддитивное производство, интернет-маркетинг, инженерный дизайн, электромонтаж, эксплуатация беспилотников и другие. Участники смены также разрабатывают проекты и посещают мастер-классы, например, по хормоцептике. Нам рассказывают про то, как делают таблетки. Я планирую дальше развиваться в этой сфере, учусь в химическом классе. Кроме занятий программы, смены позволяют ребятам познакомиться с современным рынком труда и актуальными рабочими профессиями. Своё будущее и планы на жизнь Орлята обсуждают с одним из организаторов смены – директором Московского государственного образовательного комплекса Игорем Артемьевым. На интерактивной лекции юные инженеры получают советы по воплощению своих профессиональных целей. Это очень важно, когда человек сначала может сформулировать свои цели, а потом ещё и на аудиторию, соответственно, их показать, рассказать и поделиться со всеми. У нас сейчас на повестке дня государственного уровня – это формирование профессионального воспитания. И здесь, конечно, в Орлёнке в прямом смысле уже активно происходит внедрение этого проекта, этих программ, учебный программ именно по профессиональному воспитанию. Главное событие смены – демонстрационные экзамены. Ребята выполняют задания по стандартам WorldSkills. У каждой компетенции свой формат и свои правила. Во многом эта программа соответствует по программе «Чертёжник», которая у нас в Москве на профобучение без границ идет. И практически все те же самые блоки мы обсуждаем и здесь, естественно. Но только там у них это 8 месяцев занимает, здесь 3 недели всего. Поэтому, конечно, колоссальный объем информации. Особенно тяжело для тех людей, которые решили попробовать для себя что-то новенькое. А здесь компетенция – производственная сборка изделий авиационной техники. Задача ребят – собрать несложную деталь. Во время экзамена Орлята показывают свое умение читать чертёж, работать с инструментами и позиционировать детали. У них всё получается. Это у нас уже вторая группа. Первая была группа утром. Довольно-таки неплохо ребята сделали. У этой группы тоже надеюсь, что всё получится. И нам продемонстрируются хорошие результаты. Это компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем. Экзамен состоит из двух частей. В первой нужно отметить неисправности дрона, внести их в журнал и починить аппарат. Затем беспилотник проходит испытание. Задача – подняться в воздух, облететь препятствие и вернуться на стартовую позицию. Конечно, волнуюсь. Но, в принципе, на экзамене будет всё то же самое, что мы проходили. Поэтому немного волнения падает. У нас на экзамене будет дефектовка. Это исправление дефектов в квадрокоптере. И полёты в симуляторе. Во второй части экзамена пульт тот же, но вместо дрона – экран ноутбука. Здесь задача участников – пролететь маршрут на эмуляторе. Кажется, что это несложно, но управление даже виртуальным беспилотникам требует серьёзных умений. Ну, я пару раз летал у друга на дроне. А вот сейчас я приехал в Орлёнок и начал заниматься этим. Мне очень понравилось. Я начал летать на дронах. Конечно, я начинал с симуляторов, но они очень мне помогли, и я хорошо начал летать. Демоэкзамен сдают как новички, так и ребята, которые уже добились успехов в WorldSkills. Иван Перевалов уже дважды участвовал в региональном этапе и один раз в российском. На регионе взял бронзу и золото, на чемпионате страны занял третье место. В грядущих соревнованиях Иван нацелен только на победу. Для него экзамен в Орлёнке – разминка перед чемпионатом. Эта смена оказалась очень полезной для меня, потому что, несмотря на простоту задания, которое здесь предложено, оно показывает мелкие недочёты, которые невозможно было бы увидеть на тренировках дома. А также любая тренировка, она добавляет в копилку опыт и позволяет на соревнованиях делать те же самые операции быстрее и лучше. На смене у Орлят есть возможность не только подтянуть свои навыки, но и пообщаться с организаторами программы и представителями Союза молодых профессионалов. Ребятам рассказывают, как попасть на соревнования по стандартам WorldSkills и как победа на чемпионатах может помочь в жизни и профессии. Также на встрече партнёры смены – Роскосмос, РФАРМ, вертолёты России, Объединённая авиастроительная корпорация и другие. Эти организации заинтересованы в подготовке будущих профессионалов. Вот все говорят профориентация. Мы на самом деле считаем, что то, что мы делаем совместно с партнёрами, с коллегами нашими, это всё-таки не совсем профориентация, это погружение в профессию. То есть ребята за смену в Орлёнке, они приобретают навыки. По результатам сдачи экзамена участники получают скилл с паспорта и сертификаты участников программы. В них указан уровень владения компетенцией, которую каждый из ребят выбрал ещё до смены. Эти документы смогут использовать для стажировок и в качестве дополнения к портфолио при поступлении в ВУЗ. Мы со стороны Министерства просвещения абсолютно уверены, что это очень важная история, это такой деятельностный подход в обучении ребят. Они же абсолютно другими возвращаются к себе в школу, абсолютно по-другому учат, изучают предметные области, физику, химию, потому что они понимают, где эти знания им пригодятся на практике. Смена профильной техноотряды – одна из традиционных в Орлёнке. В этот раз она собрала 266 мальчишек и девчонок из 33 регионов страны. Возможно, именно они будут развивать малый и средний бизнес в России и станут настоящей промышленной элитой страны. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин, Александр Баранов. Телеканал Орлёнок ТВ. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин.